друзья привет всем как и обещал записываю видео про состояние редуктора мотоблока каскад мотоблок с прошлого ремонта редуктора когда у нас сорвало сварку на вот этого звездочки отходил более полугода эксплуатировался он просто в hard режиме то есть прицеп бездорожье перегрузки 13 колеса цепи на колесах лопата снегоуборочная и все это дело было более чем достаточном количестве только с прицепом он проехал более полутысячи километров с лопатой он отработал более 17 часов именно 17 часов работы прошлый раз мы разбирали этот редуктор смогли оценить его техническое состояние в этот раз разобрали кстати по той же причине у нас сорвало сварку на этой звездочки сейчас все это дело заново переварили лучше переварили уже хорошо прогрели металл думаю здесь больше уже ничего не сорвет и сейчас мы сможем оценить техническое состояние данного редуктора после такой вот эксплуатации кроме этого у меня есть небольшой опыт в оценке состояния технического редуктора данного мотоблока который был получен при ремонте вот этого каскада этот каскад чуть постарше его приобретал весьма был состоянии и здесь мне удалось увидеть состояние цепи которая уже на пределе была вытянута звездочек поэтому сейчас опираясь на состояние этого мотоблока я могу сказать то что с прошлого ремонта данного редуктора конечно в худшую сторону изменилось состояние цепи она стала более вытянутая как определил я это просто в этом промежутке между двумя звездочками вот так вот произвел натяжение и стало видно насколько сильно цепь вытянута если говорить про тот редуктор со второго мотоблока там цепь практически доходит до середины то есть цепь находится уже предельно вытянутом состоянии даже возможно скоро начнем слетать здесь же за полгода эксплуатации до цепь немножко вытянулась но при этом геометрия зубов на звездочек не нарушена внешне она осталась такой же цепи еще находятся в приличном состоянии могут эксплуатироваться дальше подшипники все подшипники игольчатые на своих местах то есть ни один подшипник нигде не сломался на кстати мотоблоки втором вот на этом каскаде подшипники посыпались здесь стоят игольчатые подшипники на этом же каскаде стоят уже подшипники 306 обычные шариковые усиленные которые выпускаются 2000 года эти подшипники намного лучше потому что выдерживают больше нагрузки несмотря на то что в теории игольчатые подшипники выдерживают нагрузки больше чем шариковые здесь же подшипник переваривает все-таки нагрузку больше благодаря размеру вот кстати информация о том что это за подшипник может кому-то пригодится так вот друзья что интересно на этом редукторе стоят внутри внутри звездочек обоймы с игольчатыми подшипниками а на этом уже стоят втулки металлические внутри подшипников нет конечно в техническом плане эти звездочки лучше но при том что здесь стоит внизу редуктора игольчатый подшипник верху вот видите он посыпался тоже игольчатый в этом плане конечно он проигрывает каскаду у которого стоит усиленный редуктор еще такой момент мы сейчас заметили то что с одного каскада не подошли цепи на другой они разные по толщине и разные звездочки на каскаде с усиленным редуктором стоят цепи толще и они шире немножко то есть нагрузку он будет переваривать больше поэтому в дальнейшем когда мы будем приобретать подобного плана мотокультиваторы они будут уже приобретаться исключительно на усиленных вот таких вот подшипниках вот таким вот редуктором я уже не доверяюсь игольчатыми подшипниками потому что как показала практика и не только моя практика эксплуатации данных изделий игольчатые подшипники постоянно сыпется просто постоянно люди приваривают снаружи обоймы по такие вот подшипники шариковые меня даже редуктор некоторые из-за того что появился редуктор шариковым подшипником усиленным и в дальнейшем если мы будем приобретать только на таких вот подшипниках этот мотоблок действительно может переваривать серьезные нагрузки и при серьезной эксплуатации то есть эксплуатации в сельском хозяйстве на фермах каких-то угодьях садах где мотоблок эксплуатируется в качестве одноосного мини трактора в качестве каждодневного помощника такие цепи на мой взгляд будут ходить около года после года нужен капитальный ремонт это действительно если серьезно его эксплуатировать как мы это делаем потому что этот мотоблок можно сказать кормил мою семью течение полугода я не перевез тучу дров леса снег чистил культивировал даже он действительно отработал очень много это был инструмент для зарабатывания денег он работал можно сказать коммерческом режиме эксплуатации и вот такого редуктора таком состоянии хватает где-то на год к вопросу о том как приобрести мотоблок подобного класса при этом выбрать не убиты как это сделал я покупаю он тут вот редуктор прежде всего нужно оценить разбег естественно выработку вала нижнюю сейчас мы говорим именно про редуктор не про мотоблок выработку на пальцах в принципе выработку этого вала кроме этого можно оценить состояние цепей если двигать назад вперед вот этот вал и смотреть когда начинается вращаться шкив либо вращать шкив и увидеть когда начнет вращаться нижний вал по хорошему нужно взять новый мотоблок посмотреть через сколько передает вращение через сколько передается вращение от верхнего шкива к нижнему валу и уже опираясь на этот опыт производить оценку состояния бушного мотоблока вращая шкив либо нижний вал вращая шкив происходит натяжение цепи видите как назад вперед и становится понятно сколько это цепь вытянута в принципе комплект цепей на этот мотоблок стоит в районе 2000 доставка в районе 500 рублей если через интернет заказывать то здесь с половиной тысячи в среднем выходит стоимость цепей подшипники также выходят среднем в районе двух двух с половиной тысяч рублей звездочки зачастую остаются прежними они переживают несколько комплектов цепей то есть капиталка этого мотоблока выходит 5000 рублей ну конечно когда уже приедут звездочки его проще выкинуть либо продать потому что уже капиталка этого редуктора будет как раз таки стоит столько же сколько редуктор что в принципе естественно так как будут меняться цепи подшипники звездочки ну вся внутрянка этого редуктора так что друзья можно работать на этих мотоблоков можно купить его там собрать за 10 тысяч рублей отработать год после этого откапиталить рублей за пять и еще годик отработать думаю многим пригодится данная информация потому что для меня лично ресурсоемкость техники является основополагающей при работах потому что купить какое-нибудь одноразовое изделие которое рассыпется через месяц от того что будет уработано просто в ноле и будет выжать весь ресурс это одно дело другое дело знать то что ты вкладываешь деньги они у тебя отобьются там через время и ты приобретаешь вещь которая у тебя отработает некоторый промежуток времени не боятся эксплуатировать не не боятся что она сломается конечно такой редуктор не такой надежный как на мотоблоках мтз либо на китайцы шестеренчатым но при этом он очень дешевый благодаря чему его может себе позволить приобрести даже человек который не может позволить себе приобрести уже более дорогую технику извиняюсь за глупое сравнение но так и есть если такие мотоблоки на авито там от 5 до 15 тысяч рублей стоит то китайцы вы конечно за такие деньги найдете мтз уж тем более так что повторюсь берите на усиленных подшипниках проверяйте свободный ход валов и старайтесь брать исключительно с китайскими движками родной двигатель для данного мотоблока это беда ну это мы уже ушли в сторону кстати масло на них течет на всех абсолютно хоть стать новые сальники хоть старые с этим у них беда даже у новых поэтому льем мы сюда чистенькую отработку как вы видите тут у нас все чистенько даже из-за того что здесь была отработка ничего страшного не произойдет если укормить трансмиссионкой то он будет кушать по деньгам столько же сколько трактор мтз потому что тут она выливается просто раз день можно заливать полный редуктор этого масла так что все если есть какая-то информация которую я сказал ошибочно неправильно либо не сказал буду рад и прочитать комментариях всем пока